Вологодский проект «Забота» предлагает распространить на другие регионы страны. Систему скидок для льготников презентовали на форуме в Подмосковье. Оторваться от компьютеров и провести лето с пользой. О том, чем можно заняться во время школьных каникул, рассказали организаторы трудовой бригады для подростков. Госпошлина и временное ожидание. Вот что нужно для замены паспорта гражданина Российской Федерации. В ее инструкцию подготовили наши журналисты. Начнем программу с актуальных новостей. Опыт соцработы оценили на Вологодщине. О развитии социальной инфраструктуры и улучшении качества жизни, в том числе в нашем регионе, говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Социальные инновации обсудили на форуме в Подмосковном Красногорске. Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, требования граждан к доступности и качеству социальных услуг растут. И власти должны отвечать запросам. На выставке инновационных социальных проектов был представлен целый ряд идей, активно реализуемых на территории Вологодщины. Особого внимания удостоился социальный проект «Забота». Напомним, он позволяет получить скидки на товары и услуги пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам боевых действий. Владельцами карты «Забота» уже стали более 320 тысяч волокжан. О том, что законы и нормативные документы могут повлиять на жизнь людей не так, как планировалось, говорили в областном правительстве. Эксперты из разных регионов страны обсудили регулирующее воздействие в рамках второй межрегиональной практической сессии. Во многом, документы, которые разрабатывают чиновники, влияют на инвестиционную привлекательность региона. Поэтому важно просчитывать последствия принятия того или иного нормативно-правового акта. А еще лучше привлекать к работе представителей общественности и муниципальных властей. В Вологде прошла региональная инвестиционная энергетическая конференция. Ее цель – наладить диалог между инвесторами и энергетическими компаниями. Зачастую доступность энергетики позволяет развивать территорию. Результатом конференции должно стать соглашение, которое обеспечит развитие электросетевого комплекса с учетом потребностей инвестора в требуемые сроки и по оптимальной цене. Вологодчина отметила День России. 12 июня праздничные мероприятия прошли по всей стране. Не стало исключением и Череповец. Концертную программу провели на полочке Милютина. А рядом на Советском проспекте развернулись народные гуляния. Они были посвящены Дню открытия города. Кроме того, в преддверии Дня России губернатор Олег Купшинников вручил паспорта юным Вологжанам. 16 человек получили свой главный документ гражданина в юго-западной башне Вологодского Кремля. Там же наградили двух юных Вологжан. Девятиклассника из Череповецкого района Руслана Кротова и третьеклассницу из Кириллова Марьяну Забегаеву. Дети смогли спасти утопающих сверстников. Лето с пользой для себя и общества. Юные череповчане во время школьных каникул отправились работать. В регионе проводят летнюю оздоровительную и трудовую кампанию. Тысячи мальчишек и девчонок смогут отдохнуть в лагерях или заработать, например, на новый гаджет. Подробности далее. Сидеть за компьютером, отдыхать за городом у бабушки, съездить в летний лагерь или трудиться. Перспектив у современной молодежи много, но 84 школьника с начала лета вступили в трудовую бригаду. До конца месяца они будут приводить в порядок городские территории и организовывать праздники. Почему бы не заработать денег на карманные расходы? Можно будет интересно, увлекательно, найти новых друзей. Получилось, что родители весь июнь в городе, бабушке, дедушке в деревне не получается, а денег на карманные расходы заработать всегда хочется. Этим летом в Череповце трудоустроят почти 500 подростков. 200 из них вступят в ряды трудовых отрядов. По большому счету, ребята будут подсобными рабочими. Им предстоит трудиться в школах, детских садах. Некоторые будут приводить в порядок городские парки и скверы. Кураторы уверяют, работать школьникам будет интересно. Кроме того, для них предусмотрены учебные дни, в рамках которых будут проводиться для них какие-то интерактивные игры, либо лекции на познавательную тематику. Также участники трудовых отрядов будут принимать участие в организации мероприятий различного уровня. Трудиться на благо города юноши и девушки будут по три часа в день. Опаздывать и пропускать нельзя. Все строго, как взрослых. В конце рабочего месяца каждый из них получит заслуженную награду. Зарплата в соответствии с тремя часами 3 327 рублей они получат в июне за три часа работы и 3 461 рублей они получат в июле и в августе месяце в связи с увеличением рода. Изменилось законодательство немножечко и в Волокотской области. 14-летние подростки получают сначала справку о том, что они имеют право работать, что они годны к этой работе, только потом идут в отдел опеки попечительства за постановлением на разрешение на работу. В этом году впервые при приеме на работу подростков стали требовать исправку об отсутствии административного наказания за употребление наркотиков. Кроме того, нужно предоставить документ, подтверждающий отсутствие судимости. Вопросы безопасности ставят в приоритет и на уровне правительства области. В региональном центре по традиции перед началом летнего сезона состоялось областное родительское собрание. В нем приняли участие представители всех районов Волокотчина в режиме видеоконференц-связи. Вопросы безопасности, они сегодня разноплановые, их очень много. Это безопасность на дорогах и безопасность на водных объектах. Ну и кроме того, угроза современного мира добавляется интернет-безопасность и много-много другое. Конечно, обеспечить то, чтобы летний отдых детей был действительно хорошим, веселым, чтобы лето запомнилось добрыми словами, а не нахождением в больницах, а не какими-то происшествиями. Это задача огромного количества людей. В списке ответственных и директора оздоровительных лагерей и педагоги, и, конечно же, родители, в том числе в их задачи, входит объяснить, что можно делать, а что нельзя. Летние каникулы – это не только время отдыха детей от учебы, но и период, когда ребенок наиболее подвержен риску получения различных травм. Если принять все необходимые меры, в сентябре у школьников будут только приятные воспоминания о проведенном лете. Так насыщенную программу подготовили для юных череповчан в пришкольных лагерях. Их в нашем городе открыли в 26 учебных заведениях. Для ребят организовали двухразовое питание, походы в музеи, кино и на детские спектакли. Поменять паспорт легко. Нужно заплатить госпошлину и ждать. Инструкцию для тех, кто хочет обменять основной документ гражданина, подготовила Анастасия Щеглова. Большинство свадеб России приходится на лето. Красивейшее время года. Отличный фон для праздничных фотографий. Правда, уже после торжеств наступают будни и необходимость решать насущные проблемы. В том числе смена паспорта после смены фамилии. Лето. Горячая пора у сотрудников МФЦ. Сюда очень часто обращаются за сменой паспорта при достижении 20 и 45 лет, ну и при смене фамилии. Причем возможности в Алакжан стали шире. Теперь в МФЦ можно не только подать бумаги на замену паспорта, но и получить готовый документ. Для замены паспорта по достижению возраста необходимо предоставить следующие документы. Это паспорт, подлежащий замене. Две личные фотографии в черно-белом или цветном изображении. Если заявитель находится в браке или брак расторгнут, то свидетельство о заключении брака или о расторжении брака. При наличии у заявителя детей до 14 лет необходимо предоставить свидетельство о рождении данных детей. Для замены паспорта в случае изменения фамилии после вступления в брак необходимо предоставить указанные выше документы. И свидетельство о заключении брака обязательно должно быть предоставлено в оригинале. Размер пошлины за паспорт гражданина страны 300 рублей. Больше придется платить тем, чей паспорт был утрачен или пришел в негодность. Непригодность – это когда гражданин паспорт постирал, порвал, дети порисовали. В этом случае предоставляется паспорт, оплачивается госпошлина 1500 рублей и предоставляется 2 фотографии. Также граждане наши теряют паспорта. В этом случае предоставляется госпошлина 1500, 4 фотографии, так как возможно необходимо будут делать дополнительные запросы. Для переоформления паспорта, так же как и выдачи документы впервые, потребуется 10 рабочих дней. Это в том случае, если гражданин имеет регистрацию по городу Череповцу. Если же гражданин обратился по месту фактического проживания, то есть он имеет регистрацию в другом регионе, в другом районе, в этом случае паспорт оформляется в течение 30 суток. Если вам необходим документ, удостоверяющий личность, можно получить официальное временное удостоверение. Если гражданин не обратился в течение 30 суток, в этом случае составляется административный протокол, статья 19.15, часть 1 Административного кодекса Российской Федерации, штраф от 2 до 3 тысяч рублей. А вот россияне дисциплинированные могут рассчитывать на скидку, если зарегистрируются на портале Госуслуг.